Привет, друзья! У моего подписчика украли видео, но сделали это не так примитивно, скачав и перезалив, а несколько иначе. Полностью взяли все идеи данного видеоролика, взяли текст, переозвучили и заменили видеоряд. Видеоролик действительно получился интересный. Обратите внимание, вот канал моего подписчика и видео, которое называется 10 лайфхаков, облегчающих и упрощающих нашу жизнь. На 864 просмотра, 49 лайков и ни одного дизлайка. Видео загружено 28 сентября 2015 года. А теперь посмотрим на канал, который данное видео у него украл. Я вам докажу, что именно здесь полностью плагиат. 10 лайфхаков, которые упростят вашу жизнь. 435 654 просмотра, 16 068 лайков, 417 дизлайков. Теперь давайте небольшой фрагмент, сначала с канала моего подписчика, а потом с канала вора. Каждый раз, доставая сыр из холодильника, срезаете и выкидываете засохшую корочку. Неудобно, расточительно и нерационально. Чтобы нарезанный сыр не засыхал при длительном хранении в холодильнике, просто намажьте его край сливочным маслом. И теперь переходим на канал, который скопировал это видео и включаем тот же фрагмент. Каждый раз, доставая сыр из холодильника, срезать и выкидывать засохшую корочку неудобно, расточительно и нерационально. Чтобы нарезанный сыр не засыхал при длительном хранении в холодильнике, просто помажьте его края сливочным маслом. Теперь вы убедились, что текст полностью тот же самый. Подписчик спрашивает, что делать в данной ситуации. Я не юрист, я не смогу квалифицированно рассказать, можно ли обратиться в суд и выиграть дело. Но чисто на уровне интуиции, мне кажется, что полное копирование текста вашего видео, копирование, почти полное название, полное копирование всего сюжета, всех элементов, это безусловный плагиат, это нарушение. И так делать, конечно, просто непорядочно. Что делать подписчику в данном случае, когда у него канал небольшой, а канал, который у него скопировал, огромный и очень популярный? Я думаю, следует сделать так. Первый этап. Проконсультироваться с юристом. Можно даже обратиться в бесплатную юридическую консультацию, чтобы узнать у них, что можно сделать в данной ситуации и каковы шансы на успех в случае какого-то судебного разбирательства. Второй этап. Получив достоверные какие-то более-менее знания о том, что в принципе можно сделать в суде, надо обратиться к автору канала, который украл этот видеоролик и попробовать с ним договориться по-хорошему. То есть можно ему сказать, привет, дружище, ты полностью взял текст, идею моего видео. Я понимаю, что это нехорошо, это некрасиво, непорядочно. Давай с тобой договоримся так. Ты рекламируешь мой канал, а я отказываюсь от претензий к тебе. И все будут довольны. Ты срубил полмиллиона просмотров, соответственно, приличные деньги с этого видео и подписчиков поднабрал. Я же получаю пиар на твоем популярном канале. Сделаешь в следующем видео информацию о том, что смотрите хроники приората, супер отличное видео, все такое. Если же ты этого не делаешь, тогда у меня есть интерес, есть мотивация обратиться в суд и попробовать решить вопрос по-другому. Ну, наезжать сразу, конечно, не надо. Надо пытаться договариваться спокойно, без какого-либо пафоса, без наезда. Я думаю, что вполне может быть так, что автор того канала вполне порядочный и нормальный человек. Просто вот ему очень понравилось это видео, он решил его прямо целиком использовать для своего сюжета. Ну, и на будущее, если у вас будут таким же образом воровать ваши идеи, копировать ваши видеоролики, то нам тоже нужно выработать какое-то представление о том, что делать в данном случае. Дорогие друзья, уважаемые зрители, напишите в комментариях, что бы вы сделали, если вы увидели, что вашу идею, вашу реализацию видеоролика кто-то полностью скопировал, и эта копия получила гораздо больше просмотров, гораздо больше отдачи. Как бы вы поступили? Мне очень интересно, потому что действительно, может, кто-то подскажет крутую идею, и мы все будем ей пользоваться. На этом все. Спасибо за внимание, и я хочу пожелать удачи каналу Хроники Приората, и чтобы у него больше не воровали видео, а лучше предлагали ему коллаборацию, и тогда все были бы довольны, и никто не был бы огорчен. Спасибо за внимание, всем пока.